МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Других участников движения, которые могли бы спровоцировать аварийную ситуацию, в этот момент на дороге не было. Терриус ехал на большой скорости по улице Автобусная от улицы Магаданской в сторону Павла Морозова. Водитель не справился с управлением транспортным средством и выехал за пределы проезжей части направо по ходу своего движения. При этом иномарку занесло. Машина врезалась в дерево правым бортом. Удар пришелся в дверь, за которой сидел водитель. Других людей в салоне разбитого дайхатсу не было. На месте происшествия появился сосед погибшего мужчины. Он рассказал, что владелец внедорожника жил поблизости на улице Магаданской. По словам соседа, ночью перед ДТП мужчина поругался с женой. Хлопнув дверью, раздосадованный водитель сел в машину и куда-то поехал. Авария произошла менее чем в километре от его дома. В половине первого ночи на улице Воронежской напротив автовокзала в результате ДТП травмы получили два человека. Виновника 43-летнего водителя Мазды Демио доставили в больницу с подозрением на перелом ноги. У его пассажира врачи заподозрили сотрясение головного мозга. Оба транспортных средства приближались к месту будущей аварии по Воронежской от остановки пассажирское депо. Водитель микроавтобуса, подъезжая к светофору, решил перестраховаться. Пометуя о лихачах, празднующих 9 мая, он остановился за секунду до того, как для него погас зеленый сигнал. Светофор только начал, троечка показалась, что сейчас желтый загорится. Я остановился. Раз я загорелся, уже все движение встало, он прилетел. Мазда Демио врезалась в задний бампер и станы. От мощного удара микроавтобус укатился гораздо дальше зебры, перед которой ее остановил водитель. Мазда проехала еще большее расстояние. Она остановилась только после того, как уперлась бампером в забор. Водитель Демио был пьян. По словам его жены, мужчина таким образом разбил уже вторую машину. Оба раза он врезался в задний бампер остановившегося перед светофором автомобиля. И оба раза он был не трезв. Спустя час после заявления об угоне транспортного средства, полицейские вернули машину владельцу. Хозяин веста Ордео оставил ее без присмотра на улице Ханкайской во дворе дома своих друзей. Сигнализация была в машине? Вот она же сигнализация. Брелок у него остался, ключи в звонке? Брелок остался, ключи в звонке. Всегда во дворе стояли. Понимаете, на Ханкайке 26. Там заезжаешь, ну, двор. Ну, слушали музыку, там все ушли. Просто тупо ушли домой дальше. Ну, как праздник, там пошли, там все, ну, сходили и все. И остаются ключи там в машине. Ну, просто завести там, послушать музыку, все. Через час после получения ориентировки белую висту в центре города заметил экипаж ППС. Погоня была непродолжительной. Свернув во дворы дома на улице Владивостокской, угонщик заехал в тупик. Подозреваемому удалось сбежать. Автомобиль будет возвращен законному владельцу. Редактор субтитров А.Семкин